Чтобы подводная лодка всплыла, нужно с помощью сжатого воздуха вытеснить из балластных цистерн одну тонну морской воды. С какой наибольшей глубины может всплыть лодка, имея в запасе 6 баллонов сжатого воздуха, объем 30 литров. Давление сжатого воздуха 7 мегапаскаль. Для начала запишем наши условия. Масса воды равняется 1 тонна. Переведем систему 7 в килограммы. Это 10 в третий килограмм. Объем всех баллонов В1 будет равняться число баллонов на объем одного баллона. Число баллонов М равняется 6. Объем баллона равен 30 литров. Переведем систему Си в метры кубические. Это 0,03 метра в кубе. Давление внутри баллона ПМ равняется 7 мегапаскаль. Переведем систему 7 в паскале. Это 7 на 10 в шестой паскаль. Плотность морской воды РО равняется 1030 килограмм на метр в кубе. Найти глубину аж неизвестно. Так как это изотермический процесс, мы можем воспользоваться законом Бойли Мариотта, что произведение ПВ будет постоянным. Также напишем формулу давления столба жидкости. Давление ПМ равняется РОЖН. Эти формулы нужно знать. Сделаем схематический рисунок, когда наша подводная лодка находится на глубине. Чтобы лодка всплыла, воздух должен вытеснить воду из балластных цистерн. И газ займет объем всех шести баллонах и балластных цистерн. Воспользуемся законом Боли Мариотта, что произведение ПВ постоянно. Тогда у нас получается, что давление П1 объемом В1 будет равняться давлению П2 умножить на объем В2. Давление П2 будет равняться атмосферному давлению плюс давлению столба жидкости П воды. Так как давление внутри балластных цистерн и на глубине должно быть одно и то же, чтобы воду вытеснить. Объем В2 будет равняться объем В1 плюс В цистерна. После того, как газ вытеснит морскую воду, он займет сразу два объема. Объемы баллонов и объем цистерны. Подставим наше давление П2 и объем В2 в ранее написанное выражение. Тогда у нас получается П1В1 будет равняться П2, это атмосферное давление плюс давление на глубине, умножить на скобку. Объем В2, это В1 плюс В цистерна. Выразим отсюда сумму объемов. П атмосферное плюс П воды. Тогда у нас получается, что П атмосферное плюс давление воды будет равняться произведение П1В1 знаменатель объем В1 плюс В цистерна. Выразим отсюда давление воды. Тогда у нас получается, что П воды будет равняться П1В1 знаменатель В1 плюс В цистерна. минус П атмосферное. Приведем к общему знаменателю. Тогда у нас получается, что давление воды будет равняться П1В1 минус П атмосферное умножить на скобку В1 плюс В цистерны. Знаменатель В1 плюс В цистерны. Давление воды можно записать как давление столба жидкости. Это плотность морской воды умножить на G и умножить на глубину погружения H. Так как в левой части у нас стоит одно и то же значение, мы можем приравнять. Тогда у нас получается, РОЖН будет равняться П1В1 минус П атмосферное умножить на скобку В1 плюс В цистерны. Знаменатель В1 плюс В цистерны. Выразим отсюда глубину погружения H. Тогда у нас получается, что глубина погружения H будет равняться П1В1 минус П атмосферное умножить на В1 плюс В цистерны. Знаменатель РОЖН умножить на скобку В1 плюс В цистерны. Условие сказано, что В1 это объем всех баллонов, то есть НВ баллона. Объем цистерны будет равняться Масса морской воды, деленная на плотность морской воды. Подставим наши объемы в ранее написанное выражение. Тогда у нас получается, что глубина погружения H будет равняться П1 умножить на В1. Это Н умножить на В баллонов. Минус П атмосферное умножить на скобку В1 это НВ баллонов. Плюс объем цистерны. Это масса морской воды, деленная на плотность морской воды. Знаменатель. Плотность морской воды умножить на Ж и умножить на скобку. В1 это НВ баллонов. Плюс В цистерны. Это масса морской воды, деленная на плотность. Подставим сюда наши значения и найдем результат. Тогда глубина погружения H будет равняться По счетам получаем, что глубина погружения 97 метров. Запишем ответ. Максимальная глубина погружения подводной лодки равняется 97 метров. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.